итак дорогие друзья и вас приветствую на своем youtube канале владислав дубчанов сегодняшнее видео посвящено тому что нас может ожидать в будущем что говорит конкретно график они новости да о аль сезоне в криптовалюте это так называемые крипто монеты по факту все кроме за исключением того же биткоина или и фирмы фильм является самой старшей монетой в сезоне в альткоинах да но что же будет с другими моментами что я вижу на графике и так давайте сразу перейдем графики я думаю это души шипящий вопрос у большинства людей и так передо мной открыт инструмент total 3 да это капитализация крипто рынка всего за исключением биткоина и эфириума что это значит это значит все монетки взяли объединили и вот столько они сейчас стоят даст вот их общая цена на нас инструмент сейчас находится в районе 500 550 миллиардов долларов аль сезон это такая штука когда вот эти все монеты стреляют ваши любимые да или или нелюбимые да и мы видим сотни тысяч каких-то там процентов бла-бла-бла но вот это условно среднеарифметическое у нас уже было пару аль сезонов один аль сезон в семнадцатом году и второй аль сезон в двадцатом году и теперь сейчас вопрос а будет ли сейчас тот самый сезон который следует после там допустим роста биткоина да и так далее предыдущий аль сезон до а был у нас в районе ну вот если у нас здесь был не некий рост боковичок вот с этого боковичка мы отросли где-то на 700 процентов затем у нас был некий следующий боковики после данного боковика аль сезон показал себя на 8000 процента до более какой-то масштабный и что у нас может быть сейчас будет ли третья какая-то вершина волна или же все это какое-то казино слив и ничего соответственно не будет будет какая-то ловушка обманка и так далее я вижу на графике следующую комбинацию я вижу некий боковик на определим его вот так то есть я только исключительно с точки зрения графика хочу сказать что я вижу я не знаю будет аль сезон не будет аль сезона я знать не могу я только вижу что говорит график в конкретной перспективе небольшой далее уже нужно будет наблюдать также за ценой и делать какой-то анализ я вижу что у нас был инструмент после мощного роста до соответственно все у нас стремится плюс-минус так или иначе к середине какой-то коррекции до видим что коррекция произошла более какая-то существенная до всех побрили всех слили после того роста когда забегали здесь забегали здесь на отскок да и соответственно морозили два года после двух лет на мне стало интересно то что инструмент начинает показывать какую-то силу вроде как бы объемы повышается идет выход из какого-то боковика началось все это с октября двадцать третьего года до и активный инструмент пытается как-то карабкаться лезть и подтверждать что он возможно переходит в фазу продолжение какой-то динамики роста возможно мы видим что был некий боковик из этого боковика произошел выход некий ретест и далее инструмент показал вторую какую-то ножку мы видим что все равно это все у нас схоже на то что это у нас некая консолидация некая вытреска если это можно так сказать возможно перед дальнейшим каким-то движением я здесь вижу мощный импульс я здесь вижу также если мы построим коррекцию по фибоначчи до что откат произошел там 0 605 по фибоначчи то есть плюс-минус середины для меня данная зона к покупкам предрасположена так как инструмент здесь по крайней мере торгуется за дешево а здесь за дорого если только исходите с графикой неважно какой это инструмент криптовалюта форекс акции так далее неважно я сейчас на это не смотрю точки зрения техники я вижу что произошел проборе тест и сейчас инструмент пришел от тестировать тот боковик от которого он улетел это нормально мы еще находимся по крайней мере по графику в зоне продолжение этого об движении возможно идет вытреска еще раз повторюсь я вижу что бычий флаг происходит некоторым таким некой формации паттерн 3 . 1 2 3 и выкупание есть сигнальный бар на это у нас открыт недельный таймфрейм то есть одна свечка неделька мне конечно не нравится почему здесь некая тень осталось но бар по факту вот этот это сигнальный бар на один тик выше его будут быки пробовать брать ланге то есть это мощный сигнальный бар есть у меня стратегии тип сделки называемый пробой линии тренда жди пробой линии тренда вот был тренд восходящий да давайте вот так и и пометим на этом зеленый вот у нас был тренд восходящий вот у нас здесь был пробой линии тренда жди двойное дно или мощный сигнальный бар и далее две ножки еще по тренду так как этот сигнальный бар тоже был посередине но он был из пересечения предыдущих и тут ну сложно сказать что это мощный сигнальный бар или двойное дно но здесь я уже могу сказать что бар действительно с одной стороны интересен это с одной стороны с другой стороны есть небольшая какая-то тень если бы мы закрылись прям бритый подверг это сомнений уменьшивала а так как здесь то может быть произойти пару сценариев либо мы поедем с текущих если преодолеем на один тик выше будут стоп ставить за него и можем как-то ну вот так поболтаться да и далее как-то поехать это один из сценариев еще сценарий мы можем как бы сделать некую ловушку выбить некие стопы затем пойти далее наверх ну может быть вот такой некий канал да с четырьмя ударами вниз вот либо такой сценарий и далее наверх либо уже данного бара мы пойдем и потихонечку делать две ноги так или иначе инструмент смотрится лангово по крайней мере на две ноги до либо какой-то импульс коррекции продолжение импульса далее уже смотреть если на конце второй ноги слабость да и инструмент хочешь развернуться то возможно как говорится все если же инструмент на второй ноги слабость не покажет то рост может продолжиться побольше куда знать я не могу но возможно предыдущая граница может являться каким-то магнитом а там уже нужно будет смотреть по факту я только могу сказать в какой-то такой небольшой перспективе по крайней мере что я вижу на графике что горит цена они ожидания что может быть можно придумать все что угодно и куда-то в космос улетит или не улетит и так далее поэтому с этой точкой зрения я вижу что на альт сезоне на альт коинах по графику до кроется продолжение движения какого куда не знаю но на две ноги хоть хотя бы для начала наверх это да также я вижу что вы наверно тоже много видите что прям высаживают с альт коинов много фуда создается и так далее поэтому это все только на руку мы в из боковика вышли даже к нему к верхней границе подошли некий произвели ретест поэтому с этой точки зрения объемы подтверждают двухлетние накопление выход из него ретест был тестирование ретеста поэтому возможно минимум мы уже увидели где-то я бы поставил 55 процентов за то что минимум уже достигнут либо до 45 процентов еще обновим его но не как-то глубоко кто-то будет ждать например минимум сейчас будут запрягать всем ждем ниже ниже он возьмет не опустится и на из-за этих ждунов и уедет а если много народу сейчас набежит набрал наоборот будет брать инструмент то естественно их побреют и выйдут я предполагаю что либо уже либо максимум какой-то закол суда вот эта зона без разницы что тут покупать что тут покупать это все без разницы но опять же да что какие активы могут показать себя что это за инструмент его то приобрести нельзя это активы с большей долей вероятностью топ-100 не больше есть топ-100 на по капитализации крипто рынка различные активы что покупать и как покупать я вам не скажу потому что это дело ваше я просто могу сказать за общую тенденцию тренда на альт коинах также если посмотреть еще крупный игрок любит а а анализировать график на логарифмической шкале то есть не на обычная на логарифмической то здесь у нас вырисовывается такая интересная конструкция мы всегда я всегда протягиваю линию тренда это по правильному по предыдущим двум каким-то максимумом минимумом я могу протянуть что мы видим что идем неком восходящим канале если мы но уже достигли в этом боковике то соответственно мы можем попробовать соответственно натянуть вот так линию тренда и видим что инструмент до заходит в такой некий клин первый толчок откат второй толчок откат видите откат здесь не серьезный не такой мощный как здесь и возможен какой-то третий толчок до тот самый альт сезон которого все ждут это смотрится здесь очень красиво на логарифмическом графике мы видим что линия тренда на логарифмическом графике как видите инструмент может быть и залетает за нее но резко выкупать вот если это соответственно клин и у нас есть какая-то кульминация некий альт сезон то возможно инструмент после бурного роста в коррекцию перешел до выстрелит и затем уже скорректируется в более какой-то существенный медвежий рынок просто задайте себе вопрос для чего два года копить и находиться но действительно восходящем тренде то есть копить на предыдущем каком-то минимуме обратите внимание что предыдущий минимум удерживался в роли поддержки поэтому здесь однозначно лонговый настрой пока мы удерживаем эту зону мы и удержали улетели далее наверх нас с большей долей вероятности на продолжение ну никак здесь нельзя смотреть пока по медвежьему ну никак следовательно посмотрите как реагирует да у нас поддержка видим поддержкой у нас вот сейчас попытка пробить эту поддержку и инструмент нихрена не хочет закрываться за выкупается все за этой поддержкой поэтому с точки зрения логарифмического графика я также вижу что инструмент находится все равно восходящей тенденции с октября 23 года не важно что пишут новостях не важно какой выйдет фут инструмент по графику находится в восходящем движении что будет после сделает две ноги может быть максимум будет являться и так далее мне неизвестно но обычно когда инструмент делает ложный пробой противоположной стороны его целью может являться ложный пробой или граница противоположной стороны до этого клина в данном случае так то есть я не ванга я не могу сказать что может быть вот так но один из сценариев действительно присутствует давайте дождемся здесь выхода после паттерна трех толчков ну возможно ложного закола на 4 это это зона все равно зона сейчас для покупок да это август 2024 года далее дождемся две ноги и там уже будем смотреть там действительно слабость приходит или мы можем рассчитывать на какое-то продолжение действительно того самого сезона давайте исходить из ажи не ожиданий а из того что сейчас говорит цена цена говорит что с большей долей вероятностью 60 процентов инструмент продолжит движение а далее уже нужно будет смотреть также анализировать и включаться я надеюсь было полезное видео напишите комментарий поставьте лайк в комментариях напишите стоит ли выкладывать что-то подобное анализ какой-то каких возможных инструментов вы бы хотели увидеть анализ точки зрения цены похрен что там говорят говорят всегда поверьте на новость найдется какое-то оправдание пишите мне будет интересно вам полезно всем до скорых встреч пока пока подписываемся на канал ставим лайк и пишем в комментариях чтобы вы еще хотели увидеть до встречи в следующем видео пока